Здравствуйте, уважаемые зрители! 105 лет назад, в 1917 году в России произошла февральская революция, которая положила конец более чем 300-летнему периоду пребывания у власти династии Романовых и приведшая к созданию Временного правительства. А центром событий в тот момент являлся Петроград, столица Российской империи, где 23 февраля начались антиправительственные стачки и демонстрации, в которых первоначально принимали участие жители города. Однако ситуация кардинально заменилась 27 февраля, когда на сторону оставших перешли части Петроградского гарнизона, что фактически предопределило успех революции. Человеком, спровоцировавшим солдат императорской армии на мятеж, был уроженец Мордовского края, унтер-офицер лейбгвардии Волынского полка Тимофей Иванович Кирпичников, о котором и пойдет речь в данном видеорассказе. Как ни парадоксально, но от революционной биографии первого солдата революции, как называли в прессе Тимофей Иванович, малоизвестно. По одним сведениям он родился в 1889 году, по другим в 1892 году в старообрядческой крестьянской семье. Достоверно лишь можно назвать населенный пункт, откуда происходил Кирпичников. Деревня Дмитровка, Петинская власти, Саранского уезда, Пеницкая губерния, ныне Ромоданский район Республики Мордовия. После учебы в церковно-приходской школе устроился на работу паровозным кочегаром. Также есть информация, что в возрасте 16 лет Тимофей Иванович уехал на строительство Восточно-Сибирской железной дороги. Вскоре он был признан в армию и принимал участие в сражениях Первой мировой войны с Австро-Венгрией. В 1915 году, получив ранение в руку, Тимофей Иванович попал в госпиталь, откуда был направлен в Петроград, старшим унтером офицером учебной команды запасного батальона Лейбгвардии Волынского полка. Как фронтовик, Кирпичников пользовался популярностью среди солдат, хотя отличался строгостью, за что получил прозвище «Мордобой». С началом февральских волнений полк был привлечен к наведению порядка в городе. 26 февраля учебной команде был отдан приказ применить оружие по отношению к митингующим. Однако, по словам Кирпичникова, солдаты по его указанию стреляли поверх голов демонстрантов. Вечером Тимофей Иванович уговорил взводных не выходить 27 февраля на подавление волнений, распропагандировать солдат и выступить против командира. План Кирпичникова сработал на ура. Бойцы отказались подчиняться командиру Лошкевичу, который в итоге был убит, и вышли на улицы, где к мятежникам стали присоединяться другие подразделения Волынского полка и остальные части Петроградского гарнизона, а также начались первые братания с рабочими. После победы революции Кирпичников в один миг стал национальным героем. Его портреты печатались в газетах, журналах, висели на заборах и выставлялись в витринных магазинов. Он был избран депутатом Петроградского совета от Волынского полка. Александр Федорович Керенский назвал Тимофея Ивановича солдатом революции номер один. Кирпичников быстро продвигался по службе. 1 апреля 1917 года командующий войсками Петроградского округа Лавр Корнилов наградил его специальным Георгиевским крестом с красным бантом. Вскоре он был произведен временным правительством в подпрапорщике, а 3 апреля в прапорщике армейской пехоты за особые отличия. Слава Кирпичникова оказалась весьма кратковременной. Тимофей Иванович не смог приспособиться к невероятно быстро меняющимся политическим условиям. Например, во время апрельского кризиса временному правительству, вызванному нежеланием властей заключить мир с Германией и Австро-Венгрией, Кирпичник вместе с Волынцами выступил в его поддержку. 25 октября 1917 года во время антибольшевистского похода генерала Петра Краснова на Петроград, Тимофей Иванович попытался вновь поднять бунт среди солдат гарнизона, теперь уже против новой власти. Однако восстание юнкерских училищ было жестоко подавлено и не вызвало откликов среди солдат. Дальнейшая судьба Кирпичникова достоверно неизвестна. По одним сведениям, осенью 1917 года он бежал из Петрограда на Дон, где планировал присоединиться к формирующейся добровольческой армии. Однако полковник Кутепов, который в феврале 1917 года являлся ярым сторонником самодержавия, якобы расстрелял Кирпичникова за убеждением. По другим сведениям, Тимофей Иванович в 1918 году вернулся в Мордовский край, где устроился на работу инструктором в Протасовский волосной военный комиссариат. Однако тяга к вантюрам не остановила Кирпичникова и здесь, потому что в этом же году он принял участие в антибольшевистском крестьянском восстании в селе Петина, за что он был привлечен к ответственности. Однако в 1919 году, во время пересылки в Пензенскую губернскую тюрьму, он якобы бежал. На этом следы Кирпичникова теряются, однако его вклад в события февраля 1917 года останется в истории навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok